Йоу, всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, а это реакция на сериал Сержант Братан. Не удивляйтесь, есть что к голосу, слегка простывший. Я не знаю, короче, какая-то зараза у меня внутри, в организме, есть кашель сухой и... Ну, такой вот голос. Не знаю из-за чего, в принципе, я себя нормально чувствую, ну, вот это пока единственная проблема, так что, ну, если что, сорян. И да, кстати, я снова задержался, опять поздно выложил видос, все, потому что в пятницу я уезжал в Казань. Короче, вообще эти последние дни, вообще неделя, движуха полная, конкретно занимаюсь тут своими, ну, организацией вечеринок и так далее. Вот, ну, не так важно, это по сути. Смотрим, Сержант Братан, седьмая серия. Кстати, без вставки в начале, походу. Прикольно. Может, это и есть вставка. Зоомагазин, да ну, блин. Извините, если что за кашель, если будет. Я ж его задейся, я тут посоветоваться хотел. Че там, пап? Да я вот тут работу, думаю, найти. Блин, в натуре. Блин, пап. Что? Следив за базаром, шегол. Прикол. Какой еще диплом? Ботан, что ли? Нет, конечно. Батан, что ли? Ой, пап, ты знаешь? Я жемогрин шасыр. Интернет-кази, бэр. Мен, вот, кише интернет-доктор, сайт Тау Волдым. Не хранится. Жанга мамандыктер Атласы. Был же ты болошак так, кандай мамандыктер бары кенгурсет. Не. Киберадвокат. Джэлитак. Транспортный геймификатор. Так, стопанись. В смысле? Геймификатор? Домосек, что ли? Нет. Геймификатор это... Короче, не вы. Подожди. Ты еще, Голл, нормальную тему подкинул. Ну, вроде серьезная, крупная организация. Значит, и бабло у них есть. Короче, будем их крышевать. Сайт-то крышевать, Николай, подкинул? Это же нереально. А что? Тогда кроме сайта есть что-нибудь там другое? Вот мне инстаграм-аккаунт. Ну, он да. Крышевочетюгей был. Мэдин. Ладно, чехол. Тогда давай еще дядя Буля найдем нормальную работу. А то он опять в петлю полезет и бомжи какие-нибудь там хату отожмут. Да же? Да, да. Атлас новых профессий. Сегодня ты строишь завтра. Ну, то, что реклама, красавчики, конечно. Просто это затянули как-то как будто. Я задумал уже серия. Ну, красавцы, красавцы. Спрятали так как будто. Это Хюстон, пожалуйста. Хюстон, у нас есть. О, кстати, ничего себе телефон. Фейнер. Как же? Да я не имею? Как-то ничего себе? 170, а мастер-классе я не требую. Адум. Да. Но я ничего себе. Граста, я не знаю. Мне не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Так, слушай, я не понял. Зачем мне эти подарки, блин? Что, думаешь, я сам себе телефон не могу купить, что ли? Ладно, спасибо. Ответка будет от меня тоже. А зачем ты мне 10 тысяч денег оставил? Ну, ладно, Рахмет, на связи, короче. Давай, пока. Ну, все нормально, у него же денег нет. Кстати, не показали реакцию жены на то, что он там делал ремонт, на духи и так далее. Может, это и в лаве, да, короче? Вот это крутая тема, а под конец мне нравится песня. Наконец-то, ты думаешь, да? Телефон кто-то? То есть, на ютуб, телеграм, инстаграм, ватсап, так, бэр, ну, он отходил. Так, чего? Чего ты так тараторишь? Ну, что, обсундуровать, знаешь? В общем, телефон, да, и не колдан, наверное, все, не сбогат, так, ну. Но, что, на этот, оно, севле бюджет, наоборот, он бы так, что, он очень творчество, мэн, берб, чисто. Этим, кастникерам, сосным, киногациям, известневолам, звездоволам. Вот, сухизяно, севле бюджет, она сама ко мне на коленях припаджет. Сучка маленькая. Эй, ты проще общайся. Какая еще сучка? Что за выражение? Только инксулермен, турстап, севеля, северен. Понял? Кижан, с... Как быстро переключился, вообще. Известный продюсер, макты-макты рекламу, крутой-крутой. И волксы, биздэн, воиндармисты кургенго, маткан, и бизгэй, сын, савжатыр, реклама, цюгэ. Что за реклама? Ну, вы уже сняли. Онлайн казино. Казино? Угу. Не, не, давай, завязывай. Я четверым отказал когда-то. Покажи, как мне это здесь, Була, набрать. Була, салам. Как дела? Это я, сержант. О, сержант, братан, салам алейкум. Телефон кутузен. Э, ты че, в туалете сидишь, что ли? Да нет, братан. Слушай, Була, я, короче, на работу хочу устроиться. По белой хочу двигаться. Вот тебе решил предупредить, чтобы не подумал, что я тебя кинул. Да, конечно, братан. Пиздень и так по черной, дымчик поезжает ровно. Вот именно. Жанара мне дает деньги на карманы расходы, прикинь? Как щегло какому-то. Он сватый телефон мне подарил, а уже неудобным. А я к оглох без бабла хожу. Вот поэтому решил найти себе работу. Сюндым, сюндым, братан. Пойдет, тройн держаться. Да вот пару объявлений выбрал, которые нормально башляют. По ним поезжу. Все, братан, удачи. Э, блин, если тоже туалет-то утрасунгой, блин, Була, вот ты извращенец. Ну давай, на связи, короче. Да, блядь. Есть такие люди. Блядь, сколько раз тебе можно говорить, а? Где деньги, блядь? Ну нет клиентов, место бесплатовое. Как это, блядь, место бесплатовое? Мне по хуям, бесплатовое место или нет, понятно тебе? Вот тебе место, зарабатывай деньги и все. Все, что свали отсюда, задолбалы уже. Как будто мне бабки не нужны. Тебе нужны, ты и зарабатывай. Козел. Здравствуйте. Здрасте. Простите, а вы тут живете? Да, а что такое? А тот парень, что уехал, тоже тут живет? А вы с какой царем интересуетесь? А, ой, простите, я же не представилась. Я из газеты. Хочу написать об этом доме. Что за газета? Аргументы нашего города. Чего-то не слышала такой. А мы недавно открылись. Хотите написать про дом? А при чем ты парень? Слушай, хватит из себя дурочек строить. Я же знаю, чем вы тут занимаетесь. Он твой сутенер? У него спроси. Тебе нравится твой образ жизни? Ты не хочешь поменять ничего? Я могу помочь. Себе помоги. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 DimaTorzok. Нормально. Я, блядь, сколько разговаривали, но что ты без молока принёс? Иди с молоком! Это чё, блядь, долбоёб, что ли, нахуй? В смысле, нахуй? А-а-а, блядь! Братва, не обессудьте меня. Он, блядь, долбоёб, беспирдельщик, нахуй. Нация тут ни при чём. Мы все, братья, че могу помочь? Братан, он у нас паспорта забрал. Домой уехать не можем. Его… Я тебя, да? Да, да. Да, возьми. Похвезла. Похвезла. Алло, салам. Я по объявлению звоню. Двадцать штук в день башляете, правильно? Только я не понял суть работы. А чё такое аниматор для детей? А-а-а… Лицо не видно будет, да? Ладно, я сейчас подъеду. Ага, давайте. Это будет очень забавно. Господин полковник, разрешите обратиться? Да, слушаю. Я по делу о тех сутенерах и девушку, которые заставляли заниматься проституцией. Я нашла адрес притона. Мы можем взять их на месте, им сто процентов не отвертеться. Слушай, Салтанат, ты чё докопалась до этого дела? Девочка заявление забрала. Проститутки говорят, мы сами работали без всякой крыши. Ни улик нету, ни свидетелей нету. Чё ты конючишь это дело? Но вы же понимаете, что это постанова. Девушек запугивают. Я готова приступить к рейдам уже сегодня. А я готов тебе поручить новое дело. Займись-ка ты лучше кражами. Вот там нужен твой аналитический ум, твоя светлая голова, ясно? Дайте мне больше людей, я их всех возьму. Чё, блядь, по-человечки не понимаешь, что ли? Займись-ка лучше нормальными делами. А за кофе спасибо. Нему выгодно. Сцену из докера давай. Сержант, сержант, сержант. Ну, как вас дела? Готовы? Руки убери. Ну чё вы так сразу? Надо же повеселее немножко. И вы все-таки с детьми работаете? Давайте быстрее, там уж заждались. Молодец, и давай. Следующий. Салям, Аязата. Мен саған тақпақтайын дап койдым. Аю отыр партада, екі колы қалтада. Аз деді, бұл деді, ырғат тілі келмеді. Базар жоқ, жақсы давай. Следующий. Пеш сүнінде мұсы қытып, екі көзің қысып отып, ол түсің қысып отып, ол түсің қысып отып. Екі көтің несе, жамасы зәйтпірсін көлсе? Да, екі көрсізді. Өте, бұл екі қысып тілі көті қысып, ол түсің екі қысып, Вот противный щега. Ты получишь меня, понял? Эй, тохта, эй. Давай, давай, уходи. Эй, тохта, тохта, тохта. Балам, боровой. Эй, ты! Еще раз обидишь моего сына, от твоей жопы ничего не останется. А так, сэнс яхт лохтарда, мэн вагом мэссэндрагам. Ай, 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 не стёс. Слушай сюда, мударь, блин. Я щас твои яйца от рук засуну к себе в карман, блин. Раз ты детей не можешь воспитывать, думаю, они тебе больше не нужны. Ай, 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 ай. Понял? Ай, ай, ай. Быстро отпустите яйца нашего клиента. Я так и знал, что вы быдло и не... А ты, сука, мне вообще бесишь. Выглядишь, как тёлка меня. Вам повезло, что здесь дети, а ты обоих ушатал. Ай, 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 болбоёк. Браво! Какой-то странновастник у вас в резюме. Вы что, с девяносто первого года нигде не работали? Да, я в коме был. Смешная шутка. Работники с чувствами юмора нам нужны. В общем, работа не пыльная. С понедельника по пятницу. Суд, воскресенье, отдых. Главное, чтобы машину держали в чистоте. Не отвлекаться. Правила не нарушать. Оплата в конце недели. Можете проступать сейчас. Наконец-то нормальная тема. Все мазё. Знаете, да это какие-то не очень варианты попадались. Можете спускаться вниз, готовить машину. Скоро Шефиньеву отвезете на выступление. Стоп. Какая Шефиня? Что я? Телку буду возить, что ли? Стоп-стоп-стоп. Почему телку? Раду Юрландовну. Или вы не согласны? Чего? Добрый день. Меня Сержант зовут. Все, окей, поехали. Почему без костюма? Потому что я первый день на работе. Мне сказали сразу выйти. А так бы я переоделся. Все, окей. Дальше неинтересно, молча просто поехали. Мне надо настроиться на мое выступление. А, я думаю, сейчас что не скажут. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоять! Полиция! Быстро на верх! Быстро! Быстро на колени! Быстро! Суга, сутенеры кончены! Где твои подельники? Какие еще подельники? О чем вы говорите? Заткнись! Так, девчонки, не боимся, я пришла вытащить вас из этого притона. Говорите только правду, хорошо? А где третья проститутка, с которой разговаривала? Что вы говорите? Может, вы ошиблись с квартиры? Какие проститутки? Мы только час назад переехали в эту квартиру. Так, стоп-стоп-стоп, здесь притон что-ли был? А ты кто? Я хозяин квартиры. Час назад парни выселились, вот новые жильцы заселились. Куда съехали? Документы показывали? Нет, не показывали, но хорошо заплатили. Все вы родились женщинами, значит, вы уже лучше мужчин, понимаете? Не надо сидеть дома и чахнуть. Мы не созданы готовить, убирать, стирать. Ну, когда же наши мужчины поймут это? Ведь если мы будем счастливы, мир станет светлее, красивее. Вы пришли сюда, потому что вы несчастны. Но раз вы уже здесь, вы уже на правильном пути. В этом несправедливом мире патриархата мы, женщины, себя чувствуем, ну, как-то не по себе. Приходится иногда даже выживать. Вот меня глубоко раздражает, что все условия, практически все-все-все условия для мужчин, а нам, нам, женщинам, что? Что нам остается? Ни-че-го. Я, конечно, дико извиняюсь, что прерываю ваш базар. Я всех уважаю и понимаю, меня уволят, но что за херня вы несете? Вы что, сектанты? Вот пример грубого и тупого тирана мужика. Далеко ходить не надо. Ты мне сразу не понравился. Уволен. Девочки, продолжаем. Хотя, если ты такая умная и говоришь, что в этом мире все для мужиков, так объясни мне, почему на войну идут одни мужики, а? Это не аргумент. А почему больше всего умирают мужчины? Почему из женщины больше живут мужчин? И почему самоубийств так же больше среди мужчин? Чем мужики дохнут? Как мог, если им так хорошо в этом мире, а? Так совпало. Женщинам хуже всего на этой планете. Вы, мужья, заставляете нас сидеть дома, заниматься детьми. Может, я хочу гулять, наслаждаться жизнью. Почему бы нет? А, нет. Это не муж тебя заставляет сидеть дома, заниматься детьми. Материнский инстинкт. Любовь к своим детям. Я что-то не пойму тебя, жадра. У тебя что, дыра, бля, в голове? Чему ты учишь этих женщин? Я сейчас охрану вызову. Ну и последний вопрос. Почему в природе вожаки одни самцы? Что-то я никогда не видел вожицы. Так что, подумайте об этом, Хаздар. У нас перерыв. Все подписала? Алмат Аскарович, я могу вам все объяснить. Ничего не хочу слушать, Салтанат. Девушка была там, поймите, я ее видела собственными глазами. Скорее всего, они осторожничают. Снимают квартиру на два дня, а потом съезжают. Как для него дошло? Еще раз проявишь самодеятельность, подпишешь приказ об увольнении. Понятно? А сейчас пока посиди дома. Алмат Аскарович, да, я облажалась. Но я могу все исправить. Радуйся, что пацан забрал заявление. Позорище! Майор полиции! Производит задержание! Без санкции! С пистолетом наперевес! Это тебе что, чекарный что ли? Уйди с глаз моих долой! Пошла вон отсюда! Так-так, стажеры, анкеты заполнили? Вы все сейчас на испытательном сроке. А это значит, что от вашей продуктивности будет зависеть то, будете здесь работать или нет. Каждого из вас прикрепят к сотруднику нашей коллекторской компании, чтобы вы изымали имущество за просроченный кредит. Вопросы есть? Вопросов нет. А, зэ, вот твой стажер. Надоелище, стажер. Че сказал? Ничего, ничего. Я не понял, че сидим? Давай, шевели булками! Работать! Найдер на соло. Че-то мне кажется, они сработают. Я не знаю, как он сейчас его какой-нибудь будет. Я просто показывать. Я не знаю, что вы отмечаете. Я не знаю, что вы отмечаете. Вопросы нет. Вы отмечаете о электронном счетам? Вопросы нет. Что-то я не могу с лакомой. Вопросы нет. Вы отмечаете, что вы отмечаете. И доходите. Останавливаете меня все хорошо. Тейн был жады и кара шапа сидит ка храк сейгизм мусс к тенге был тулей сывал джок тулей миссия медика сирвандой ахшар жоп Сез банк тен кредит талганда хандайдабр жагдайда ахшаны кайтар алмаган кезде банк мэллікту алуга болады деген кушатка колгос блеси ба и Борис осын келдер мисы туратуш и кара шапа он до уткенды телевизор далк петемз Барда телевизор датпич етвейдет маишна гасаш Иде чан сей зырнак петенз бэн не Ба баурум койши а Сен жумсзи дебе өзің келдің ба болды енді мен айтқанды сейс Жырадың да тағыда не барекен көрек Балам ау енді енді көй өттір сағаш енді оны чекене Сен бұлағың барға өзігін айлі Чоктан өзігін арсе кредит талады Той жаз шатдада кередита қыды енді Турциѓа көе Қа метын айлдар Сол керегі бұй түз ғ voit түр кабы иногдаек Кридиттер jalks р cakes мен көрліндар По dunk дық'se Қаға Қағanche керед eden Сол деды жалар мен көрті син айлымка Келедтер yeah бер. Литты кеш якай Қас бол escылай Бізге жүмің бұл? Кетті каға кағы рамш? Таға къде бас хадырсы? Телевизор кайтер переймс, мя баба. Эй, братан, джин до сумбанинах? Ай, бля! Слушай сюда, бля. Еще раз назовешь меня братаном, я тебе, блядь, калекой сделаю. С таким гнилым, бля, я не братуюсь, нах. Во-вторых, ты сейчас напишешь, что Пашка закрыла долг. А ее долг я беру на себя. В течение часа закрою все, что нависит. Понял? Понял. Ебан, бляда. Ще ба анкелы в марсурулерке не ретят, нах. Здравствуйте. Здравствуйте. Дальше семерка, сколько дашь? Че ключи-то кидаешь? Какого года? Юночь четвертого. Такие старые мы не рассматриваем. Телефон? А за телефон? Телефон? Посмотрим телефон. Почти новый. Сто тысяч дам. Сто двадцать. Он и сто-то не стоит. Ладно, договорились. Так. Апа. Муна кредитинзы жабатына ақшаныз. Алынсыз. Муна телевизорыңызды қайтаналып білдім. Ақшаныз. 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 Ох. Слышь, Игорь, зови того мужика, который за рекламу бабку предлагал. Да ну нафиг! Серьезно! Е-е-е! Позвони! Давай-давай-давай, Каз! Ё-моё! Куда деваться-то? Смысл, прям домой позвал? О! Привет! Добрый вечер! Ага. Не жамается? Да-да-да. Приходите, проводите. А-а-а. Куда? Туда! И потом. Ола! Угу. Сержант? Да, сержант. Так, начнём. Меня зовут Кула, я диджитал продюсер. Сержант? Я Жан. Сержант, ага, приятно познакомиться. Кстати, ваши войны с сыном, они просто влётные. Давай ближе к делу. Я снимал топовые рекламы для интернета. Вы, наверное, про меня слышали, да? Да-да-да, конечно. Нет. Не слышали? Давайте я тогда напоиваю. Вы, наверное, вспомните. Тум-тум-тум-тум. Та-ра-ра-там-там. Поднял бабла. Стали другими дела. Стали считаться со мной. Знаю, кто я такой. Не слышу. Не слышали? Наверное, вы тогда этот тренд знаете. Бул? Эсташи Иван, Алманаус, Требтизиоши НАТО. Ты давай по существу, а? В общем, я хочу с вами снять такую же вирусную рекламу, но с участием бандитов. Кстати, сержант, я прям влюблён в ваш образ ярого тупого бандита. Очень креативно придумано. Угу. Чего, бля? Ну, я говорю про ваш образ ярого тупого бандита. Респект. Мамочки. Козёл, ё-моё. Пап, чё-то, катор жиргинься отсылу? Короче, я спать. Утомился я сегодня. Мамам, сразу скажи, я телефон потерял. Потом новую куплю. Окей. Чего? Серия закончилась. Чё ты делаешь? Классная, классная серия. Сержант, наконец-то, начал искать работу. Двигаться по белому. Понял то, что по чёрному вообще никак не получается. И это круто. Судя по всему, его жена в итоге как-то отблагодарила его, то есть, ну, телефоном и деньгами, может быть, за то, что он там по дому что-то сделал, и уже разговаривает, как бы. Ну, это её реакция, в принципе. И ей просто хотелось от души сделать приятно. Ему, и это очень круто. Вот. классно подкалывал Ержан отца насчёт телека, типа, в пекущей строке. Посмотри, на самом деле, когда она там была. Но, по сути, мне кажется, есть ещё. Ну, я не знаю, как у вас, но у нас, наверное, крутит иногда это по телеку. Була на толчке. Это, конечно, забавно. И на самом деле, есть такие люди, которым звонишь, а он там в туалете сидит. Ты такой, типа, да фак, какого чёрта ты мог не брать трубку пока, а потом просто перезвонить. Вот. Это тоже было забавно. Так. Сутенёр, вот. И эта девочка, во-первых, мне не понравилось то, как она, ну, показывает, как она курит. Может, конечно, есть на самом деле такие люди, но она так как-то с не выразить. Демонстративно, может, она так курит. Фиг знает. Ну, короче, можно докопаться до этого, конечно. Я вот смотрел, мне неприятно как-то было. Ну, возможно, так и курят некоторые. Вот. Салтаналь, по-моему, так и зовут. Ну, её, короче, прям сильно вообще задела эта тема. Так сильно, что она пошла вот на такую глупость там в итоге завалиться на квартиру с пистолетом вообще. Ну, такой произвол прям или как-то. ну, инициатива. И если пение, она за это получит, ещё к ней вернёмся. Так, сержант устраивается на работу. Первый вот на какое-то предприятие разнорабочем, типа, чувак, конечно, клёво, ну, типа, забавно пошутил по поводу того, то, что те получат меньше, казахи больше. Это, в принципе, было забавно, почему я усмехнулся. Но, с другой стороны, как бы нам и показали то, что не должна решать эта нация. И очень круто. Вообще, сержант здесь очень крутой. И все его движения. Вот, ну, в этой серии он мне прям очень понравился. Короче, по поводу этого дела Салтанат. Ну, мне кажется, уже все понимают то, что этому начальнику её выгодно, то, что тех не прикрывают и так далее. то, что надо их оставить в покое. Но Салтанат честный сотрудник. И она, мне кажется, докопается до истины. Увидит всё это дело. Блин, рекламу уже даже на видосе пускают. Так, забавный момент был тоже с Дедом Морозом. И особенно, как он схватил за яйца. Тут и феминизм вплели. Этой женщиной ну, противная капец она вообще. То есть, я не знаю, и он сразу в первый день её везёт. Ну, это вообще что-то как-то всё странно. Так, очень глупо было со стороны Салтана вот так вот вырываться. Как будто просто она перестала головой дружить. У меня такое ощущение было. Вроде, ну, реально майор полиции, а такое вытворяет бедный человек. Ну, понятное дело, что он пожаловался, написал заяву. Хотя можно было тоже договориться ей, пожалуйста, ну, это капец, конечно, ситуация. Вот, я просто сначала не вкулил, типа, что, блин, опять как узнали. Крутой диалог был с именисткой, то есть, поставил на место в итоге, задавал вопросы. все, все, в принципе, нормально, адекватно вообще. Я не знаю, я тоже, как бы, я не считаю, то, что они там как-то страдают. Вот, мне казалось, то, что, ну, вот с коллектором прям они сработаются, но как бы, когда они ехали, я думал, ну, сейчас он там будет выбивать долги, и так далее, но приготовили они нам такую, такой неожиданный, лично для меня был поворот, то, что выходит, ну, открывает дверь в итоге бабушка, и при виде нее мне уже становится жалко, я уже понимаю, то, что тут по-любому какая-то история, уф, вообще, короче, все это делать тяжело, и, блин, этот, конечно, он тоже, его можно понять, он свою работу делает, чувак, как будто из этого, из копов, ну, похож, и его тоже можно в принципе понять, ему надо там выполнить план и так далее, но все это вообще очень жестко, и правда, все это про кредит, и то, что люди в итоге попадают в это плохое положение, кредит, закрыть кредитом, короче, вообще лучше не связываться с этим делом, у меня старший брат, он ну, давно, давно, сейчас вроде нет уже, так, но у него были, у него постоянно кредиты были, он кредит закрывал кредитом, там, он постоянно, у него не было денег, зато было куча техники, там, какой-то музыкальный центр, там, телик себе хороший купит, еще чего-то, денег не было, но он постоянно что-то брал, короче, вот у него какая-то такая болезнь была, даже можно сказать, наверное, вот, и глядя на него, и то, как это все расстраивало моих родителей, я просто себе говорил, то, что никогда я с кредитами не буду связываться, единственное, я брал в рассрочку, но брал их я уже, как бы, с работой, знаю, то, что я это покрою, там, ближайшие несколько месяцев, так что, когда я был уверен, собственно, в этом во всем, поэтому, но это было в жизни пару раз, наверное, ну, два раза, два, два или три раза, короче, я точно не помню, но этот, я говорю, я не связываюсь со всеми этой фигнёй, я лучше куплю сразу за наличку, и все, и душа спокойна, вот, и очень все-таки трогательная сцена с этой бабушкой, то, что он в итоге вернул телевизор, и дал денег, чтобы покрыть ее долг, оставив свой, да что ж такое, оставив свой телефон, который ему только подарили, какой все-таки он правильно, крутой персонаж, ну, не тупое быдло, а вот прям такой, честный, добрый, отзывчивый человек, прям какой-то герой, очень классный, чувак этот digital manager, и он специально так все говорит, специально себя таким показывает, чтобы мы, конечно же, плевались от этого всего, и я чуть не плевнул, вот, ну, кому он тоже, мне кажется, не все такие, как будто слишком переигрывает, чувак, лично мое мнение, то есть, ну, какой-то уж он прям очень петух, прошу прощения, но мне кажется, такие, не знаю, может мне просто не попадались такие, и забавности сцена была, конечно, что тот в итоге еще повторил, то, что мне нравится твой персонаж, образ тупого бандита, вот, по сути, все, я сказал, как вам серия, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, еще раз спросите, пожалуйста, то, что поздно, но, вот как-то так, стараюсь еще, помимо YouTube канала, развивать другие свои проекты, ну, один блок пирамид, вот, и недавно тоже я ездил в Казань, чтобы снимать видео, и мне сейчас это все дело надо будет монтировать, короче, работы вообще вот так вот, увидимся в комментариях, ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал, все, всем спасибо за внимание, всем пока, check it out!